Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс. Также не забывайте, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы опостим и разбираем большое количество технических идей и идей основанных на фундаментальном анализе. Ну что ж, к событиям на финансовых рынках. Мы постепенно приближаемся к главному инфоповоду этой недели. Это заседание европейского центрального банка. Оно состоится уже завтра, поэтому точно если вы заскучали по евро и если среди вас есть продавцы главного валютного риска, это конечно же риторический вопрос. Я хочу верить в то, что вы вместе со мной оцениваете перспективы европейской экономики как негативные и соответственно ждете главной валюты риски евро доллар существенно ниже текущих уровней. В общем завтрашний день станет водоразделом для динамики и волатильность вырастет и я думаю, что усилится прежний тренд, который был направлен на ослабление собственно этого актива. После заседания европейского центрального банка эстафета постепенно будет переходить уже к федрезерву, который начнет заседать во вторник и в среду опубликует уже решение по ключевой ставке в США. Вот этот фундаментальный фон станет еще более значительным, потому что приведет в движение доллара. Доллар это локомотив всего, что есть на фондовых рынках. Прямо сейчас индекс доллара котируется на отметке 110.86. Я надеюсь то, что коррекционная динамика последних дней вас особо не расстроила и уж тем более не заставила изменить свои точки зрения относительно того, что этот инструмент сохраняет потенциал для роста. Мне кстати очень интересна ваша точка зрения относительно того, что будет с индексом доллара дальше, поэтому пишите в комментариях. Опять же сравним точки зрения и если я пойму, что вы где-то сомневаетесь в наличии достаточных фундаментальных оснований для роста, я попробую вас переубедить на последующих брифингах. Да, сейчас для тех, кто хотел продать доллар и для тех, кто живет идеей относительно того, что индекс американской валюты уже достиг своих пиковых максимальных уровней и дальше будет корректироваться, обращают внимание на последний слабый отчет. Это индексы PMI производственной активности и индекс доверия потребителей, которые не оправдали ожидания экспертов. Это все-таки, друзья, третисортная статистика. Она не имеет какого-то значительного вклада в формирование общих настроений относительно экономики и уж тем более не имеет никакого влияния на решение американского регулятора по процентной ставке. Для этого есть отчет Non-Farm Paralels и для этого есть данные по инфляции. Ну и, как я отметил в начале этой недели, мы еще будем следить за отчетом по ВВП, который, на мой взгляд, точно не разочарует. Это будут цифры за третий квартал и, соответственно, дадут дополнительно поводов для американского регулятора говорить о важности и вместности сохранения агрессивного подхода к монетарной поддержке, опять же, возьмем в кавычки эту фразу, к жесткой монетарной политике. Wells Fargo прогнозирует, что в перспективе ближайших трех месяцев индекс доллара вырастет на 5-7%. Это соответствует нашим с вами ожиданиям. Нам нужно, чтобы индекс доллара прорвался выше 115 понтов и пошел, соответственно, уже на цели повыше. Напомню, что американский регулятор обязан фактически придерживаться политики высоких процентных ставок, пока базовая инфляция не пойдет на спад. Базовая инфляция не снижается, растет от месяца к месяцу и до конца этого года нас точно ждут новые пиковые значения. Очень много есть опережающих индикаторов, указывающих на то, что эти пиковые уровни почти неизбежны. Поэтому до конца этого года мы, как, собственно, неделю назад, как месяц назад придерживаемся дорожной карты того, что в следующую среду американский регулятор повысит ставку как минимум на 75 базисных пунктов. Потом аналогичное решение может быть принято в декабре. Соответственно, ставка американского регулятора вырастет до 4,75%. Это вернет покупателей на рынок долга, доходность американских облигаций. Снова поползет вверх и мы получим ту самую динамику, на которую, собственно, рассчитываем. Что касается золота, 1656 долларов за тройскую унцию. Золото мы спекулятивно с вами купили. В начале недели это было правильное решение, потому что золото действительно неплохо все показывают. Я думаю, что цели, которые были поставлены 1670 и выше, мы обязательно сделаем. Остается три полноценных торговых сессии на этой неделе еще несколько дней перед заседанием Федеризерова на следующий. До именно оглашения решения по процентной ставке, я думаю и почти уверен, что покупатели рынка драгоценных металлов смогут воспользоваться вот этим временным лагом, когда нет еще подтвержденного факта просто ключевой процентной ставки. И если не будет вот этого подтвержденного факта, повышения процентной ставки, коррекционная динамика может продолжиться на рынке долга США, то есть 10-летние трежи смогут уйти ниже 4%. Это будет еще одним фактором поддержки для золота и серебра. Китайская статистика, которая была опубликована в начале этой недели, темп экономического роста в третьем квартале, как вы помните, оказались лучше прогнозов 3,9%. Фактическая цифра прогноз был чуть больше 3%. И чем интенсивнее будет идти дальнейшее экономическое восстановление китайской экономики, а Китай это ключевой потребитель золота, так же как и нефти, соответственно тем выше будет спрос на активы рынка драгоценных металлов. Также еще хочу обратить ваше внимание на последний отчет американской комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC, где можно было увидеть в цифрах факт сокращения коротких позиций и постепенного наращивания длинных. Но это недельная статистика. Я привел вам в качестве довода того, что золото есть за что зацепиться в плане поддержки сейчас, но нужно понимать, что все это может измениться уже на следующей неделе, когда ФРС подтвердит именно настрой на дальнейшее ужесточение монетарной политики. Поэтому давайте использовать в ближайшие дни, чтобы выжить вот в этом локальном восходящем тренде по золоту максимуму, вообще все что только можно. Если я уже сказал про китайскую статистику, ее влияние на экономику Китая и соответственно спрос на сырьевые инструменты, нельзя обойти стороной рынок нефти. Здесь у нас тоже длинная позиция. И опираясь на восстановление экономической активности в Китае и сокращение предложения в целом в мире, я полагаю, что черное золото в данном случае может легко превысить 93-95 долларов за баррель уже в самые ближайшие дни. Доллар иена 148.23. Мы рассчитывали на то, что влияние Банка Японии, точнее интервентный механизм воздействия на курс, будет иметь влияние на динамику японской иены. Казались правы, сейчас иена вдохновлена именно тем, что Банк Японии контролирует ситуацию и укрепляется против американского долга. Можно сказать, что поскольку не последовало повторного теста 150 иен за доллар, это вот такая плита, психологическая планка, уровень, выше которого пару в ближайшее время не опустят. Хочу подчеркнуть, что Банк Японии в этот раз отметил, что больше не будет отчитываться по объему денежных вливаний и расходованным средствам на поддержание курса. Это может быть сигналом к тому, что теперь это вмешательство будет более частым, но существенно меньшими объемами, для того чтобы вот мы практически визуально не могли бы определить, что вот здесь вышел Банк Японии и было влито примерно столько-то, столько-то миллиардов долларов, потому что у нас уже есть опыт на основании двух интервенций вот за последние, по сути, полтора месяца. Если воздействие и присутствие Банка Японии на валютном рынке будет становиться более частым, то полагаю, что после небольшой локальной восходящей динамики все-таки тренд будет переламываться в сторону укрепления японской иены и в конечном счете мы получим на дистанции монотонное сползание пары доллар-иена к той цели, которая была поставлена ранее, это 140 иен за доллар. Сегодня, друзья, в качестве ключевого фундаментального события стоит отметить заседание Банка Канады. Оно состоится в 14.00 по GMT. По прогнозам ставку повысит с 3.25 до 4% на 75 базисных пунктов. Сейчас пара доллар-канадец скотируется на отметке 1.3604. Я предлагаю на сегодняшний день взять за основу трейд, основанный на ожидании ужесточения политики и дальнейшем укреплении канадского доллара. Поэтому в качестве цели до конца дня можно замахнуться на уровень 1.35. Европейская валюта 0.9953. Как я уже отметил, в целом сценарий медвежий не меняется. По факту заседания Европейского Центрального Банка будет волатильность. Я допускаю тесты уровня паритета. Но значение паритета и выше смело можно использовать для заброса туда отложек сэллимит в расчете на дальнейшие снижения. Фон остается крайне негативный, пессимистичный. Вчерашний релиз IFO по бизнес-оптимизму, как ожидалось, новые рекордные минимумы снижения с 84.4 до 84.3. Это вкупе еще с данными, которые вышли в понедельник по активности в производственном секторе и сфере услуг. Все это указывает на неизбежность рецессии, о которой уже все говорят. Ее просто осталось дождаться. Друзья, нету бычьих перспектив у евро. И это нужно понимать и осознавать. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!